Организаторы сделали все возможное для того, чтобы болельщики смогли насладиться трансляцией чемпионата мира в полной мере. Экран был установлен ближе к трибунам, а для наибольшей концентрации глубже вмонтирован в сцену. Новый проектор дает более яркое изображение, производя захватывающее впечатление на зрителей. Те, кто впервые посетил фан-зону, были в восторге от качества трансляции. Все отлично, лучше чем дома. Дома маленький телевизор, а здесь, во-первых, компания хорошая. Самое главное. Ну, очень круто здесь. Я сегодня тут просто делал тренировку, смотрю, поставили и решили приехать. Хотя бы на первый тайм, потому что завтра в садик всем на работу. Все нравится, в принципе. Раньше бы такое еще, пораньше поставили бы еще, когда была групповая стадия. Ну ничего, еще хотя бы два матча, три матча. Сегодня еще два матча. Поэтому приедем еще. Да и те, кто пришел уже не в первый раз, чтобы поболеть, смогли по достоинству оценить произведенные изменения. Вы знаете, конечно, все совсем по-другому. Сегодня гораздо лучше вообще. И качество, и все ближе расположено. Класс. Вот другого слова нет. Просто класс. Огромное спасибо. Супер. Все отлично. Нам всем очень нравится. Пришло достаточно много народу. Просто, ну вот вчера был матч Франция-Бельгия. Пришло как бы не так слишком много людей. Вот сегодня намного больше уже пришло. Приятно посидеть в кругу друзей, посмотреть футбол. Каждый пришедший, безусловно, имел своего фаворита в претенденты на финал. Некоторые даже разрисовали лицо в цвета своей любимой команды. Потому что мы всегда смотрим Англию. Если Англия с кем-то играет, то мы только за Англию. Англия лучше всех. Сегодня, ну, болею за фаворитов, наверное, за Англию. Я думаю, все считают их фаворитами. Чема. Ну и думаю, было бы интереснее бы все-таки посмотреть финал Англии с Францией. Если хорваты станут чемпионами мира, то мы скажем, что не стыдно проиграли. То есть достойно. Боролись. И я считаю, что так даже будет лучше. Хоть болельщики и разделились во мнении, но все они сошлись на том, что игра была поистине захватывающей. Стадион «Атомтранс» в эти дни стал одним из самых популярных мест в нашем городе. У организаторов есть планы и на то, как его можно использовать в будущем. Ну, вообще-то я такой болельщик, хороший болельщик. Футболист, да. Я думаю, в дальнейшем мы будем устанавливать экран. Нас ждет первенство. Ну и, наверное, попробуем, чтобы наши жители смотрели хорошие фильмы. Ну, конечно, фильм мы днем не сможем, аппаратура не позволяет, а 21.00 – это замечательно. Мне очень приятно, что на стадионе приходят вот дети, очень много детей, молодежи. Будем стараться. Основное время закончилось в ничью 1-1. Так же, как и в матче с Россией, хорваты вот уже в третий раз на чемпионате играли овертайм. На 109-й минуте Манджукич вывел свою команду вперед. В итоге сборная Хорватии со счетом 2-1 в финале и поборется за первое место. По окончании матча десногорские болельщики оставили после себя чистоту и порядок, что особенно приятно.